И вот это вот, разбираться, короче, в кофе. Что делают баристы в каждом общепите? Моют посуду, значит, составляют список закупок, убираются, моют полы, там, закрывают смену, что там еще, я не знаю, принимают поставки, разгружают все ящики, приходят за 2 часа раньше, уходят на 2 часа позже, за это все не доплачивается. И все это время ты стоишь 12 часов на ногах. Вот, полностью все обслуживая. И такой, спасибо, да, плачут и молятся, реально. Не, на самом деле, когда ты молодой, горячий, вообще, вот я вспоминаю, мы же реально херачили там по 14 часов в сутки. Ну, и это не нормированный график, и тебе не платили безумные деньги за это. Вот, но было весело, было супер прикольно. Ты вообще, как бы, не уставал. Не, уставал, конечно, в моменте очень уставал, и сил каких-то не было. Вот, и, короче, ну, по факту ты вообще, ну, как бы, так нельзя по закону. Вот, так нельзя по закону, потому что если у тебя, блин, рабочий день с 9 до 9, то, ну, ты должен, ну, приходить за 15 минут на смену, да, и работать, а ты должен прийти за час минимум, чтобы все подготовить, и потом еще все закрыть, и это еще занимает полтора-два часа. То есть три часа у тебя идет неоплачиваемых. Почему? Почему? Да, маркировки продуктов, сделать заготовки всякие. Ой. Не преувеличивай, на большинстве работы есть куча других обязанностей и переработок. Это понятное дело. Я говорю о том, о чем я знаю. Я понимаю, сейчас все начнут защищать какую-то свою работу и говорить о том, как они страдали. Вы большие молодцы, но чат очень любит, знаешь, заодно зацепиться и другое приплюсовать. Я говорю про одну конкретную работу, с которой я имею большой опыт, и, соответственно, говорю только про то, что я знаю. Вот, но вы, конечно, как обычно, любите все связать несвязываемое. Про донат и выбор. Вопрос, не играла ли в Линяги 2? В Линяги 2 не играла в Линяги 2, потому что я играла в ВОВ всегда. Короче. Не, на самом деле, слушай, вот по поводу надо платить нормально. Да нормально нам платили, но в основном это был чай. Вот реально, мы командой, когда работали, у нас реально чай выходил плюс-минус, как наша зарплата. Поэтому в целом, когда ты учишься в универе, и у тебя есть возможность... У нас было все классно, потому что у нас в целом все, кто работал, они были студентами, и мы подменяли друг друга в график. То есть график мы составляли сами, и у нас было три смены в день, возможность поставить. Понятно, что, типа, ты должен был отрабатывать смену, но была возможность, что, типа, попросить. Вот у тебя, например, с утра зачет, за тебя выходит тот, у кого нет зачета. И, короче, мы сами вот это менялись вот этими сменами, настраивали, так сказать, чтобы было возможно учиться в универе, и вот это все. То есть в этом плане было очень классно. Вот. Платите налоги. Платите налоги. И вот это все. Так что в целом-то все приемлемо, все было классно, плюс когда ты молодежь, ты в целом выдерживаешь все нормально. А потом я, когда в другом, в другой кофейне работала, вот там я, ну, короче, мне было очень грустно, потому что там не было возможности менять смены, то есть у тебя смена 12 часов, типа, с 10 до 10, и, соответственно, на час раньше, на час позже ты приходишь. И это, знаете, точки в торговом центре такие, типа, небольшие. Ну, типа, вот, знаешь, в торговых центрах кофейнки есть небольшие. Соответственно, ты приходишь, вот это все, притаскиваешь большие бутылки с водой, вот это вот все разгружаешь в соло, и потом ты стоишь, потому что сидеть там негде, вообще негде. И был день, день, господи, был месяц, вот. Не, общепит кайфовый, он придурочный, но кайфовый. И, короче, была ситуация, что у меня был сменщик один, то есть мы работали два на два, и это был один чел, и этот чел заболел. И он болел почти три недели. После этого я хотела умереть просто, потому что три недели я работала каждый день по 14 часов на ногах, разгружая, погружая вот это все, и...